Приветствую, дамы и господа, на связи Александр Родионов. В сегодняшнем видеообзоре мы рассмотрим инструменты, которые часто оказываются у аналитиков за бортом, тем не менее они популярны, ими торгуют, и подчас они дают такие точки входа, что мажорам и не снилось. Речь идет о следующих инструментах. Индекс доллара, S&P 500, нефть марки Brent, золото и биткоин. В середине видеообзора я сделаю интересное предложение для каждого из вас, поэтому устраивайтесь поудобнее и помчали. Начнем мы наш анализ индекса доллара. В этом инструменте мы видим, что на данный момент сохраняется среднесорочная нисходящая тенденция, которая началась у нас с конца прошлого года, а именно с ноября 2020. Здесь у нас произошел пробой целевой зоны 92.69 и закрепление на двух американских сессиях ниже. В итоге сразу же была достигнута вторая целевая зона 90.98.90.79. Далее она была пробита. Через ретест мы дошли до третьей целевой, границы которой 89.08.88.89. После такого мощного тренда началась коррекция. В рамках этой коррекции было протестировано ключевое сопротивление 91.24-9105, но пробить его покупатели не смогли. Обратите внимание, всего лишь одна американская торговая сессия смогла закрыться выше 91.24. Этого мало для смены среднесрочного тренда. Нужно как минимум два закрытия. Так как второго закрытия не произошло, цена вернулась под уровень, протестировала поддержку 90.20, отскочила к сопротивлению 90.89 и сейчас снова пытается пробить поддержку 90.20. Мы видим на графике, что у нас получился паттерн ложный пробой. Есть уровень левого плеча, это уровень сопротивления, есть на него реакция. Теперь игроки пытаются пробить поддержку. В случае успеха следующей цели по продажам выступит маржинальная зона 89.69-89.50. Ну а при пробитии отметки 89.50 и закреплении ниже, мы обновим минимум января этого года и протестируем в очередной раз третью целевую зону 89.08-88.89. Поэтому приоритет на продажу у американцев сохраняется. На поддержке сейчас открывать короткие позиции нельзя. Нужно дождаться пробития и закрепления и тогда можно снова продавать. Следующим инструментом для анализа у нас выступает нефть марки Brent. Видим здесь на графике, что последние несколько месяцев развивался сильный, мощный, активный, восходящий тренд, в рамках которого был достигнут уровень сопротивления 65 ровно, круглый уровень, важная психологическая отметка. И на данный момент нефть сохраняет вот эту вот долгосрочную восходящую динамику, но уже появляются намеки на то, что в ближайшее время будет коррекция. Почему такие выводы, спросите вы? Во-первых, индикатор RSI, осциллятор с периодом 21 зашел в область перекупленности и сейчас потихоньку начинает приобретать нисходящее направление, выходя из уровня 70. Далее, на графике дневном мы видим, что после теста отметки 65 ровно у нас появилась медвежий бар, медвежья свечка. Следующая медвежья свечка закрывается ниже предыдущей. И таким образом формируется паттерн из трех баров, который называется CPR в методике Price Action. Разворотный паттерн, сигнализирующий о продажах. И третий момент, на который тоже нужно обратить внимание, это сильное отдаление друг от друга линий аллигатора. Что говорит о том, что тренд может подойти к концу и дальше нужен будет новый набор позиций, переплетение линии аллигатора примерно в одном месте, либо для разворота, либо для продолжения тенденции, как это было в ноябре, октябре, ну и в сентябре. То есть вот здесь переплетение, здесь флэйтовый диапазон, набор позиций, а потом опять продолжение роста. Вот не может же рынок вечно расти. Рано или поздно любой тренд заканчивается. Нам нужно заметить такой момент и только после этого мы можем рассмотреть сделку против тренда в коррекцию. Давайте перейдем на часовой таймфрейм. Посмотрим, подтверждает ли маржинальная зона нашу идею о продаже нефти. Итак, видим здесь, что цена в рамках среднесрочного восходящего тренда достигла седьмой целевой зоны 64.44-6404. Америка закрылась внутри, следующая Америка ниже. И никакого пробития уровня у нас с вами нет. То есть целевая зона номер 7 выступила сильным сопротивлением. Также я вижу здесь, что у нас сформировался паттерн на продажу. Ложный пробой с пробитием уровня поддержки 62.80. Небольшое закрепление было, но оно было и на американской сессии, в том числе вот этот момент. Который показывает нам, что паттерн готов. Мы можем открыть продажу от уровня 63.68 со стопом. Давайте посчитаем. Потенциальная цель это, конечно, маржинальная зона отметка 61.50. То есть максимальное количество пунктов, которое мы можем взять 215. Исходя из этого стоп-лосс, ну порядка 100 пунктов мы можем себе позволить, чтобы было отношение 2 к 1. И он должен быть установлен вблизи уровня 64.65. Как раз таки за седьмой целевой зоной. То есть тест уровня. Он уже, кстати, был и на прошлой неделе, и на открытии торгов сегодня. И еще раз дают возможность рассмотреть цел. Маржинальная зона плюс уровень. Вот это самые интересные цены на продажу с текущей позиции нефти. И целью по этим продажам выступит ключевая поддержка 61.85-61.49. Дальше будем смотреть. Либо произойдет отскок цены формирования паттерна на покупку, и мы увидим обновление максимумов. Либо цена пробьет зону, закрепится ниже, и будем падать дальше в область второй целевой зоны. Индекс S&P 500. Перед тем, как приступить к анализу этого инструмента, я хотел бы сделать для вас предложение. Дамы и господа, у меня есть свой закрытый телеграм-канал, куда я скидываю свои сделки, делюсь с участниками своей торговой системы, своей торговлей. Вплоть до публикации открытия позиции, точка открытия, место постановки стоп-лосса, тейк-профит. Далее, когда я перевожу без убыток, когда частично фиксируюсь, когда выхожу руками. Обо всем об этом я пишу в своем канале, который называется «Простой Форекс сигналы». И доступ в этот канал я готов предоставить первым пяти трейдерам, которые зарегистрируют счет в Амаркетс по моей партнерской ссылке. Она находится под этим видео. И пополнит его на 500 баксов. После этого пишите мне, и вы получите абонемент сроком на 3 месяца в закрытый клуб. Результаты за февраль прямо перед вами. Было три сигнала, учитывая... А, за январь, за январь, прошу прощения. Во-первых, это был новогодний период. Я начал торговать не сразу, а только с 11 числа. Во-вторых, было открыто всего три сделки. Две плюс, одна минус, но зато какие. Все вместе с учетом закрытия последней сделки по Австралу у меня получилось 14,5%. Считайте сами, много это или мало. Ну, а мы тогда продолжаем. Индекс с S&P 500. Мы видим, что здесь он у нас сохраняет долгосрочную восходящую тенденцию. Пробивает уровень 3.853. Закрепились мы выше. До круглого уровня 4000 пунктов цена не дошла. Это, кстати, долгосрочная цель. И сейчас развивается коррекция. На мой взгляд, нужно рассматривать покупки индекса от ближайших уровней поддержки. Ближайшей поддержкой на текущий момент является отметка 3.850. Круглый уровень. Рядом здесь линия поддержки аллигатора. Кроме того, зеленая и синяя тоже проходят вблизи этой отметки. То есть, все внимание вот сюда. Отсюда ищем паттерн на покупку и покупаем S&P с целью 4000 пунктов. В противном случае, при пробитии уровня поддержки 3.850, мы увидим дальнейшее падение в область отметки 3.700. Маржинальные зоны это подтверждают. Зона 1.2 находится на отметке 3.850. Давайте мы ее изобразим здесь. Вот как раз вот она. А зона целевая находится вблизи уровня 3.700. Поэтому пробой одной ведет к достижению другой. Удержание поддержки ведет к дальнейшему росту. Золото. По золоту на прошлой неделе игроки достигли все среднесрочные и краткосрочные цели. В итоге, после пробития и закрепления ниже целевой зоны 1859-1849, а потом еще и после выхода из этого флетового диапазона, цена через ретест уровня достигла второй целевой зоны 1759-1749 и сейчас отправилась коррекция. Тем не менее, среднесрочный тренд остается нисходящим. Наша с вами задача искать продажи. Ищем продажи от сильных уровней. Ближайшим уровнем сопротивления выступает промежуточная зона 18-20-18-15. И вот я отсюда лично бы рассмотрел продажу по паттерну с целью обновить минимум прошлой недели. График меньшего таймфрейма. Показывает нам, что дополнительная зона 1790-1787 была пробита сегодня. Цена закрепилась выше уровня сопротивления 1786, сформировав паттерн на покупку ложный пробой. Видите, уже противоречие. Получается, один маленький такой сверхкраткосрочный тренд меняется на восходящий. Но общий приоритет и краткосрок остается нисходящим. Граница краткосрочного тренда как раз таки 18-20. Учитывая это, мы можем позволить себе рассмотреть покупку золота в коррекцию с целью 18-20 и уже от промежуточной зоны рассмотреть продажу. То есть в зависимости от того, что нам дадут первыми. Либо паттерн на покупку, либо мы сейчас сразу достигаем, а потом ищем продажу с целью обновить минимум прошлой недели. Ну и как я и обещал, биткоин завершает наш обзор. По биткоину тоже складывается довольно интересная ситуация. На графике daily мы видим достижение рекордного уровня 57-250 и выше. Но именно сопротивление 57-250 остановило цену. Сформировался сигнал, свечка с длинным хвостом и с маленьким телом. Сейчас формируется модель поглощения на дневном графике. При закрытии дня ниже минимума предыдущего будет паттерн на продажу. Учитывая, что индекс индикатор RSI в зоне перекупленности, что цена очень сильно и далеко ушла от линии аллигатора, эти линии расширились, то можно предполагать, что биткоин пойдет в коррекцию. И наконец-таки те, кто искал продажу, может воспользоваться ситуацией и продать. Но только нужно дождаться. На daily пока паттерн только в стадии формирования, имейте это ввиду. На H4 цена сформировала модель двойную вершинку от уровня 57-400. Пробила уровень поддержки 55-700. Закрепились ниже. Сейчас тестируем синюю линию аллигатора, линию челюстей. От нее возможны реакции, ретест уровня и развитие коррекционной модели. Линия аллигатора потихоньку начинает сворачиваться. И если так дело дальше пойдет, то мы увидим их переплетение. Это сигнал о том, что рынок уходит в спячку. Будет какой-то набор позиций. Так что, коллеги, не торопитесь. Возможен вариант поддержка, сопротивление, пробой поддержки и коррекция. К отметкам 48-745 ровно. Вот здесь вот была предыдущая такая более-менее значительная зона накопления. 48-745 тысяч. Вот эта зона накопления. Ну и в качестве цели эту отметку мы тоже можем рассматривать. Синяя линия индикатора. Вблизи 45 тысяч. Подытожим. Ждем, когда линии начнут приобретать нисходящее направление. Ждем тест уровня. Отскок, удержание, сопротивление. И вот от сопротивления, либо после пробития уже поддержки, можно будет открывать коррекционную продажу по биткоину. Спасибо всем за внимание. Если есть вопросы, пишите в комментарии. С вами был Александр Родионов. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok